здравствуйте друзья я вам расскажу старый советский анекдот а потом уже современную историю которая в письме ко мне пришла просто аналогия сильно анекдот был такой есть такой город урюпинск не могу сказать почему но вот как-то урюпинск был символом что-то такого ну какого-то захолустья вот я не знаю но где-то как типа затерянный там где-то где-то вот такое место не знаю почему но урюпинск значит анекдот был такой что из экзамен по истории там кпсс коммунистической партии и вот приходит студент преподаватель приватим будет но это расскажите говорит там какие вы читали работы там карла маркса что вот там удалось прочесть то он говорит чьи работы будет карл маркс ведь слышали карл маркс вообще-то нет маркса не слышали бит а из ленина может быть что-то читали ленина слышали могут кого студент будет ленин владимир улич тоже не слышали нет как-то не приходилось преподаватель смотрит на него так изумленно и ведь слушает парень ты откуда вообще приехал тот год из урюпинска препод так 5 блин гайд плюнуть бы на все и уехать в этот урюпинск эти вот такой вот был анекдот и почему я вспомнил его потому что женщина написала мне письмо хорошая женщина я как бы будет почти влюбился вот она из кемеровской области в каком-то там городе живет не не знаю там не помню по памяти какой город у нее двое детей ну муж и двое детей она решила эмигрировать связи с этим ко мне обращается я не знаю как она меня нашла но вот имейл по имейлу написала значит говорит что я разочарована говорит она с тем в том как в нашей стране относятся к спорту к спорту и у нее двое детей дети занимаются спортом там мальчик там как одним видом спорта девочка другим видом спорта там не ну какие-то там 12 лет там не знаю 10 ну такого же она подробно описывает но я так просто издалека я я на самом деле не хочу в детали потому что люди которые там на месте живут они может быть опознают не лишнее и вот значит не нравится мне разочарована она как в нашей стране относятся к спорту видимо там что-то с детьми как-то связано я не знаю ну что там я вообще потрясен тем что понимаете вы человек не ценит на самом деле она живет где-то ну то есть урюпинск рядом с этим местом может быть там центр цивилизации и там дети занимаются спортом эти там у нее мальчик одним занимается девочка другим заниматься я вообще обалдеваю давайте то есть можно вот жить в таком месте еще дети занимаются спортом но чего-то ей не хватает но может быть конечно в москве у них было бы больше возможностей я не знаю чем именно женщина разочарована я понимаю что конечно у нее дети она за них переживает болеет там и так далее и в общем значит хочет эмигрировать и спрашивать она уважительно очень спрашиваю да такая хорошая женщина но но правда но хороший человек я просто восхищен и она скажите с чего начать вот эту самую нам эмиграцию единственно что опасаюсь ягод есть такое опасение что английского то мы не знаем как мы там вот будем без английского я подумал блин вот плюнуть бы на все знаете и уехать вот в этот самый город в кемеровскую область действительно вот к истокам уйти к истокам к корням водка к фундаментальному знаете вот где люди даже вот не знают что там скажем ну вообще что вот иммиграция какие-то есть границы там какие-то визы какие-то там трампы которые не пускают иммигрантов какой-то интернет где там какие-то форумы иммиграционные тип там говорим про вес и мне даже стало завидно я подумал блин ну вот почему люди живут в таком месте нормальном где можно вот так жить и головой не париться понимаете и и только вот скажем отношением к спорту можно разочароваться во всей своей стране выводят а так все было хорошо все было отлично понимаете и я думаю блин вот как мы живем неправильно да ну все-таки раз женщина спросила так я я по-серьезному я абсолютно я хочу ответить и я думаю что этот вопрос не не только в женщине но вообще в принципе вот человек жил себе жил и почему-то он решил почему-то он решил что надо бы ему иммигрировать то есть та проблема которая у него есть решается именно иммиграция хотя я могу сказать что да она еще спрашивает смогут ли ее дети с реля за реализоваться в соединенных штатах в спорте и может быть а с этого давайте начну здесь родители которые хотят чтобы их дети занимались спортом тратят на это деньги это не не бесплатно вот у нас много есть знакомых а еще знакомых у меня внучка саша занимается теннисом то есть мы мы не пытаемся и родители не пытаются из нее сделать там мастера спорта какой-то там чемпионку не дай бог ну просто вот там и папа у нее любит теннис и саша сама любит теннис вот она так занимается и это все стоит денег люди занимаются ну как дети у них занимаются и фигурным катанием и там не знаю что там еще бывает такого из популярного но всякое футболом вот у нас есть знакомые у них там мальчик хорошо серьезно играл футбол еще там в белоруссии когда не до того как они сюда приехали он и и тут играл в хороших командах и все это все стоит денег то есть наверное есть такой уровень когда ты уже выходишь туда на уровень национальной сборной вот туда там наверное есть какие-то субсидии гранты там еще что-то спортсменов берут в университеты там есть такие спортивные стипендии то есть безусловно если ты куда-то уже пробился вот то там есть что-то такое но так чтобы вот допустим просто талантливый ребенок и ему бы там бесплатно все дали я сюда же представить такого не могу но не но он может играть в школьной команде пожалуйста но но я вам скажу что форму вы ему сами будете покупать во чтобы он там не играл значит форму упадить покупать сами и это все там и ракетку и кроссовки и мячики там и все на свете и за то что на корт ходите будет будете платить из-за тренера будете платить то есть может быть действительно вам не 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 менять уж так прям целую страну может быть если речь только о спорте и не только о спорте но если какая-то одна фишка там человека раздражает настолько что он думает страну поменять может быть не стоит может быть правильнее уехать в москву в питер там я не знаю ну куда-нибудь в новосибирск ну где там вот большой город где там можно с этим разобраться может быть так и английский учить не нужно будет знаете вот все таки страна это же не только вот возможность детям заниматься спортом страна это культура какая-то язык там и так далее я я вам хочу сказать что это должно быть сильно плохо человеку чтобы он вот так вот взялся и куда-то снялся в другой мир в другую страну в другую культуру это что ж такое должно с ним случиться чтобы вот так вот взять бросить и куда-то махнуть и конечно есть среди людей эмигрирующих есть как бы такие ну авантюристы да то есть люди которые ищут приключения люди которые как бы на одном месте им не сидится в конце концов а чего он там допустим из кемеровской области в москву поехал или в питер чему там может быть ему не хватало каких-то возможностей а бывают такие просто их тянет большой город где люди где какие-то там дела там и так далее но может быть из-за такой вот вещи не такой уже значительный может быть не стоило может быть действительно есть в стране места где можно у меня такое ощущение что в российской федерации все-таки это олимпийская держава там есть ну как сказать есть тренеры выдающиеся совершенно великолепны и может быть проще к ним попасть будет в россии к такого уровня тренер уровня тренером может быть проще там попасть я не знаю какие дети там и какие достижения таланты у нее я не могу судить но но я могу сказать что может быть проще там вот и английский учить не надо и что еще сказать значит есть как бы две что ли два аспекта две стороны у этой медальки иммиграционной значит первая сторона состоит в том что надо учить язык надо оказаться какой-то в другой стране и это все непросто то есть женщина не случайно и не зря беспокоиться о том что она не знает английского потому что если она не знает английского то у нее безусловно не будет особо денег на то чтобы дети ходили к тренером и занимались спортом у нее денег просто не будет она будет на самой черной работе где платят самый минимум то есть фактически конкурируя с нелегалами вот то есть она у нее будут ноги отваливаться руки отваливаться и заработанного ей хватит там на то чтобы покушать там и иметь крышу над головой потому что если у тебя языка нет а что что еще можешь делать квалифицированной работы нет поэтому значит придется учить язык там и так далее тогда это в любую страну точнее обязательно в америку в германию можете поехать там места а куда там в италию без языка то куда вот то есть у вас просто не будет этих денег но это как бы одна сторона вопрос в конце концов но это преодолимо там несколько лет до буквально там пару-тройку лет и вроде язык подобрали там еще что-то и уже так будет смотришь и зарабатываешь нормально уже так как все хорошо но следующий момент состоит в том что соединенные штаты не такая страна которая зазывает иммигрант то есть она на самом деле отбивается от них как только может они через границы через мексику там еще как-то нелегально там политическое убежище байки сочиняют эффективные там браки устраивают в четок они не делают либо за прорваться поэтому вопрос такой если его ставить вот так как женщина ставит вот ну с чего начать как бы легитимный такой процесс иммиграции соединенные штаты то ответа нет то есть ответ такой что никак ну ну вот это не решаемый вопрос есть страны где такой процесс существует это допустим ну вот канада например я не не скажу точно про австралию новую зеландию но вот может быть там тоже ну канада точно значит вы можете пойти там значит вам посчитают баллы всякие и с этими баллами вы можете пойти но единственно что так чтобы уж без английского даже себе представить не могу человек без английского это человек скорее всего на велфер куда-нибудь это же страны такие развитые там если человек бедный и ему социальный пакет какой-то такой выдают так что он вот не работает а сидит на шее общества поэтому взять человека без языка семью целую с двумя детьми это я не хочу сказать сто процентов может они с удовольствием пойдут там где нибудь убирать там мусор но в общем и в целом как бы значительная вероятность людей которые такие вот приезжают они оказываются на социальных пособиях вот те кто например павел по программе беженской и так далее сходу все на был все там сидят на десятилетиями на этих пособиях то есть казна платит поэтому я бы сказал так значит вот вот конкретно этой женщине и всем тем людям которые в начале пути они говорят я хочу знать как мне поступить значит поступить таким образом подпишитесь на наш канал ну хотя бы наш я я не хочу сказать что наш канал единственное но хотя бы вот хотя бы наш значит у нас есть плейлисты иммиграционные у нас есть стримы по пятницам вот когда у вас вечер да а у нас в это время значит 11 утра у нас есть стримы там прямые вопросы и ответы все это происходит в прямом эфире значит приходите задавайте вопросы значит смотрите плейлисты по ссылкам под каждым видео есть набор ссылок и там есть форум говорим про вес где все вопросы которые у человека есть они уже отвечены там есть faq то есть часто задаваемые вопросы и я бы начал изучение форума с этого faq то есть там просто вот самые важные вопросы самые частые вопросы к ним уже есть все ответы вот может быть с этого начать то есть надо начинать образовываться то есть для того чтобы задать вопрос такой дайте мне шаги с чего надо начать вот как именно мне иммигрировать и так далее прежде чем такой вопрос задавать надо несколько образоваться тогда ваш вопрос из нерешаемого и в общем то такого очень наивного превратится в очень разумный на который легко ответить и сказать делай раз делай два делай три поэтому на том уровне на котором мы сейчас находимся самый лучший ответ который я могу дать он инструментальный абсолютно инструментальный значит движемся наш подписываемся на наш канал и не только подписаться смотрим и плейлисты иммиграционные смотрим особенно там есть у нас плейлист про политическое убежище смотрим так если мы иммиграции интересуемся и форум говорим про вес начинаем с f и q и вот и дальше уже там по темам там есть различные географические отделы там есть про службу в армии там есть про работу про страхование про учебу про покупку недвижимости и так далее не надо энциклопедия американской жизни это можно друзей завести под будущую американскую жизнь там их просто неограниченное количество собственно и у нас на канале можно нас тоже люди интересующиеся продвинутые так далее поэтому я как бы с большой симпатией на самом деле я так там про рюкс рассказываю но я с большой симпатией отношусь к этой женщине вот и я как бы хорошо я понимаю на самом деле но если ее намерение серьезно если она как бы начав вот соотношение к спорту дальше перейдет к чему-то более глубокому и поймет что действительно ее путь вот такой значит вот есть с чего начать вот я бы на этом как бы поблагодарил тех кто нас слушал поблагодарил бы женщину за то что она ко мне обратилась с этим письмом потому что я был очень растроган на самом деле когда это письмо получил вот и пусть все будет очень хорошо и у нее и и деток независимо от того в какой стране она живет сейчас и будет жить потом счастливо и